Всем здравия! Это Народное славянское радио, программа пространства женщины. Я Елена Андреева. Сегодня в очередной раз мы встречаемся с экспертом по раскрытию потенциала рода Ольга Мир. Здравствуйте, дорогие слушательницы! Я рада вас приветствовать! И мы рады тебе, Ольга. Сегодня программа наша называется «Что такое сила рода?». Вот давай об этом поговорим. С удовольствием и с радостью расскажу об этой интереснейшей, глубочайшей, уникальной теме. Сейчас возник очень мощный интерес к исследованию своим корням. И действительно это очень благодарное и благое дело. Но все, кто начинают изучать свои корни, не до конца понимают, а зачем, а для чего. Кто-то идёт за модой, кто-то идёт за быть как все, двигаться в инстинктном сочетании с другими личностями. Но на самом деле нужно глубже понимать, для чего же всё это происходит. В роду есть мощная сила, есть огромный потенциал, который ждёт своей реализации. Как вы считаете, для кого этот потенциал накапливается? Для кого ваши предки проходили определённый опыт? Конечно, для вас, для потомков. А вот чтобы востребовать этот потенциал, нужно знать небольшие секреты о том, как это делается, как это совершается. Ну и соответственно, следующий вопрос, что это за секреты? Ага, расскажу так, что в принципе сила рода – это навыки наших предков, это опыт наших предков. И это межнациональная культура, потому что многие рода мешали своё время. И поэтому традиции, культуры всё зашито в нашем ДНК. И те самые секреты – это правильный гармоничный подход к своей родовой системе. Это уважение, потому что каждый предок достоин внимания, достоин славы и почёта. Это уважение к памяти наших предков, это уважение к их деятельности, к их образу жизни, к мышлению. И это принятие ресурсов. Конечно, помимо ресурсов есть в роду ещё и ограничения. Вот их тоже стоит знать, их стоит изучать, а это можно сделать, только опираясь на историю вашего рода. И для этого существуют определённые программы, существуют определённые помощники. Допустим, сегодня это наука родология, которая поможет вам открыть тайны, приоткрыть завесу вашего рода и получить те самые богатые ресурсы, ту самую силу, опираясь на естественный современный динамичный ход событий. Ольга, я знаю, что сейчас очень популярно собирать генеалогические древа. Очень многие сейчас этим занялись, занимаются и также собирают фотографии своих предков. Я тоже по линии своего папы недавно съездила, и мне подарили фотографии даже моих родителей, которые у меня не было. Это помогает как-то восстановить как раз цепочку, собрать силу рода? Да, это очень помогает, это благодарная вещь, за которую наши предки действительно посылают нам благие силы. Но если копнуть глубже, этого мало. Конечно, фотографии, информация о роде, даты, это всё важно, это всё значимо. Но для того, чтобы собрать потенциал рода и востребовать силу, всё-таки стоит копнуть глубже. Потому что мы несем наследие не только внешние фотографии, память, но и глубинные программы, которые передаются либо с клетками эукариотами в ДНК, либо с молоком матери впитываются. Поэтому, конечно же, я всегда рекомендую на первом этапе собирание информации, собирание дат, значимых дат жизни вашего рода, и далее это построение геносоциограммы вашего рода. Вот там все ответы, там можно посмотреть законы вашего рода, традиции, культуру вашего рода, как национальности между собой соединяли, что из этого получалось. И, соответственно, взять тот пласт информации, который не снимешь по фотографиям. А как это делается? Это делается очень просто. Есть такое понимание, как многослойная сфокусированная геносоциограмма, которая отвечает на вопросы клиента. Допустим, если вы хотите узнать о своём роде, у вас должен быть определённый запрос. И, исходя из этого запроса, уже формируется, составляется генограмма, благодаря которой специалист начинает вычленять в вашем роду законы, стереотипы, опыт, навыки, профессии и таланты, которые в вашем роду есть. То есть, по сути, можно даже узнать ваши предрасположенности, ваши таланты, к чему вас тянет, где вы можете найти свою славу, свою звезду, в чём вас ждёт успех, где ваш мужчина, отвечает на все вопросы, сходя из опыта, который приберегли для вас предки. Это сейчас наука, соответственно, такая стала развиваться. Да, наука родологии, целая наука, удивительная, точная, адресная, великолепная, которая сейчас очень быстрыми шагами развивается. Даже недавно Академия родологии выиграла грант, и сейчас активно развивает проект, называется «Мир. Это история моего рода», где жители Урала имеют абсолютное право собирать информацию и открыто ей делиться. А эта Академия находится только в Москве, или люди могут найти её ещё? Эта Академия находится в городе Новосибирске, и директор, президент Академии Лариса Николаевна Докучаева, она ездит по всей России, поэтому я как ученик, я обучаюсь в Москве, но, соответственно, можно любому жителю уголка России прийти, зайти на сайт Академии Родологии и посмотреть, когда идут обучающие курсы. Потому что можно закончить первый курс, это родолог для себя, то есть разобраться со своим родом, разобраться со своей гинограммой, со своим наследием, а потом уже дальше, если есть желание и силы, двигаться, помогать людям. Хорошо, я думаю, слушатели, кого заинтересуют, сумеют найти эту информацию. В любом случае, возможно, к тебе обратятся, через тебя. Да, конечно. Тебя, насколько знаю, можно легко найти в социальных сетях. Да, можешь так и искать Ольга Мир, и Инстаграм, и сайт, и соцсети. Я всегда на связи, я всегда доступна для ваших вопросов. А что ты можешь сказать по поводу такого важного события в стране и в жизни людей, как парад победы и как шествие бессмертного полка с портретами бабушек и дедушек? Это потрясающая вещь, очень мощная. Я всем рекомендую хотя бы раз пройтись с этой толпой, пославить память рода, пославить память поколений, потому что помимо того, что образуется очень мощное грегориальное поле в этом шествии, когда каждый вспоминает, чтит, уважает, говорит, проговаривает, что очень важно в наше время у нынешнего населения. А также мы же идём к бессмертному полку, и мы совершаем некие движения. Наше тело тоже идёт вперёд, тоже двигается и тоже просыпается память. То есть, по сути, когда мы проходим с фотографиями предков бессмертный полк, то мы проходим некую трансформацию, да, и наше тело выпускает все блоки, те программы, установки, которые до этого там дремали. Даже если взять элементарный элемент, как исполнить желание, нужно подключить тело, да, там прыгнуть, хлопнуть, топнуть, сделать пару шагов. Тут работает примерно такой же фактор. Мы идём по дороге славы, любви, уважения, и при этом наше тело тоже идёт вместе с нами и говорит, да, этому процессу. Очень интересно. Ольга, поделись ещё какими-нибудь простыми практическими советами, которые помимо Академии, родологии, шествия в бессмертную полку, помогут ещё пробудить людям силу рода, помогают. А пробуждение силы рода начинается с мелочей. Буквально стоит даже задуматься, а как моя бабушка варила борщ? А как моя мама вышивала определённую картину? А как моя прабабушка ухаживала за мужем? То есть не обязательно для этого идти или заказывать дорогой анализ, генеалогический поиск, потому что он достаточно ёмкий. И не скажу, что он дешёвый, да, то есть придётся финансово вложиться. Для того, чтобы информация о роде стала подниматься, потому что образы предков живут внутри нас, в нашем внутреннем мастериальном пространстве. Для того, чтобы эта информация о роде, память предков начала шевелиться, так сказать, просыпаться, пробуждаться, достаточно этого захотеть. То есть мы выражаем намерение о том, что я хочу связь со своими предками. И опять же повторяюсь, да, это элементарные практики, это думать, а как моя бабушка бы это сделала, а как бы мой дедушка, а как судьба сложилась у моего двоюродного дяди. То есть такие простые вопросы, которые заставляют нас двигаться вперёд и думать, а почему я пришла, именно моя душа в этот род, какими задачами и какими навыками, какими талантами нас с этим обладает. Также очень хорошо можно посмотреть, связаться с родом, у кого есть семья, есть дети, потому что дети – это зеркала в родовую систему. Если сегодня мы не знаем о роде какую-то информацию и узнать её не получается, то с помощью детей можно посмотреть, как жили наши прародители. Вот я и хотела только что спросить, потому что то, что делали бабушки, дедушки, это мы даже можем сами помнить. Я помню, что у меня бабушка пекла необыкновенные пшённые блины, делала молочный кисель, очень вкусный, вспоминаю там варенье, как варила, ещё что-то. А то, что её мама делала, этого я уже не могу знать. Вот поэтому как это происходит? Да, да. На самом деле вы правы, потому что мы берём память, мы помним, как бабушка пекла блины, потому что мы это застали. Мы помним, как наш дедушка занимался техникой, потому что мы это застали. Но мы не можем знать о нашей прабабушке или нашем прадедушке, но опять же образ, их навыки, их таланты живут внутри нас. Как это проверить? Допустим, если вы начинаете какое-то новое дело, и оно у вас легко получается, вам нравится, как будто ощущение, что я в потоке, у меня всё выходит, или как будто какая-то сила меня несёт, мне что-то помогает, проведение, удача, успех. Это говорит о том, что этот навык в роду уже сформирован. Допустим, чтобы было более понятно, если вы учитесь рисовать, а если в роду этот навык уже есть, вы возьмёте кисточку и будете рисовать картины быстрее, освоите этот талант, точнее вы его распакуете, вы возьмёте навык вашего рода, который есть, и чем от того человека, которого в роду художников нет, но ему захотелось, например, порисовать. Вообще, я на самом деле придерживаюсь такой версии, она мне очень нравится, она мне резонирует, о том, что в нашем роду есть любой талант, любой навык, есть любая энергия для совершения, будь то создание семьи, будь то развитие любого таланта, стоит только захотеть, и чтобы этот талант резонировал вот здесь, на сердечном уровне с вами, и можно идти в родовую систему, конечно, сформировав модель будущего, для чего я это делаю, зачем я туда иду, как это сделает меня счастливее, и тогда можно взять любой талант, любой навык, легко и свободно, потому что на самом деле предки, они ждут нашего внимания, и они ждут, чтобы мы действительно вспомнили и взяли то, что они так много, много веков, лет готовили эту платформу. Да, да, если посмотреть, то за нами стоят же многие, многие поколения веков наших предков, и у каждого были какие-то свои способности, свои особенности, свои дары. И всем этим нужно пользоваться во благо, брать и раскрывать в себе, потому что во всех нас, в каждой нашей капельке крови, нашей плоти есть какая-то заключена память всех предков, да? Правильно, да. Как интересно. Клетки эукариоты, они отличаются тем от обычных клеток, потому что они несут память о нашем роде, память об опыте, о чувствах наших предков. И у меня есть очень хорошая новость, она заключается в том, что ресурсы нашего рода, умения, таланты, склонность к языкам, к танцам, к рождению детей, вот у кого что хочется, мы эти ресурсы можем брать из любого поколения у любого предка. Будь то наша бабушка, будь то наша мама, будь то женщина 8-10 поколений назад. Абсолютно для ресурсов всё открыто. А вот ограничения, которые блокируют этот самый ресурс, они, как правило, сидят три поколения. То есть это колено моей родители, это колено бабушки, дедушки, это колено прабабушки, прадедушки. Вот эти ограничения, как правило, мешают. То есть нам не надо для того, чтобы взять ресурс, знать 9 поколений. Достаточно знать, как жили, чем занимались, какие были ценности у наших предков, до прабабушек включительно. Если уже дальше, то это уже действительно важно, ценно, но на самом деле для того, чтобы получить желаемое, лучше хорошо знать, глубоко осмысливать и понимать глубину жизни наших трёх поколений. Ну, а дальше уже идти в изучение генеологического построения дальше. Вот ты сейчас заговорила про поколения. У меня возник такой вопрос. Существует такое мнение, что может быть, может, возможно, накладываться какие-то там проклятия родовые или ещё что-то там до седьмого колена. Вот это вот что такое? Как это расшифровывать, раскрывать и как с этим работать? Работать с этим можно. Такое понятие, как проклятие, оно существует действительно. Просто даже если брать науку родологии, либо вот я согласна с опытом, полученный в Академии, моим личным опытом, он тоже, в общем-то, похож, говорит о том, что проклятие — это брошенное по ветру, в злости, очень бурная реакция нашего предка. Допустим, это неблагословлённые браки. Отчаялась наша прабабушка, крикнула там в спину, сильный посыл, мощный, по ветру отпустила, и так накладывается проклятие. Я вряд ли, я не отрицаю то, что есть действительно проклятие, сделанное как чёрно-магическое воздействие, но тем не менее, в основном это именно сказанные, грубые, в такой сильной эмоции слова, значимым человеком. Но, как правило, программа ждёт трансформации на четвёртом поколении. То есть до седьмого поколения это больше мифы, больше легенды, больше басни и байки. То есть чем что-то можно в роду объяснить. Допустим, первый рождённый ребёнок умирает, потому что когда-то было наложено проклятие. На самом деле это просто родовая программа, стереотип, который повторяется из раза в раз, который снимается просто выходом из этого сценария, просто о нём нужно знать. Вот и всё. Поэтому трансформация проклятия обычно идёт на четвёртое поколение. Другими словами, мы берём, если замечаем, что в нашем роду что-то происходит, последовательность какая-то, мы берём, отслеживаем... Закономерность. И всё. Да, да, да. Как правило, мы повторяем сценарии, которые закладываются в родовой системе, просто ещё добавляем капельку нашего личного характера туда. Четвёртое поколение может развязать уже все. Я бы даже сказала, оно должно развязать, потому что напряжение бывает уже сильным, и с этим человек жить уже не может. А может ли случиться это раньше? Допустим, кто-то из рода осознал что-то, вот получилось это осознание, да? А, вот, понимаете, вот не то мы делали, не так, вот прошу прощения у всех добрых людей и так далее. А в принципе так сейчас это и происходит. Очень многие просыпаются, многие пробуждаются. И этот интерес к родовой системе, он в принципе не просто так взялся, потому что весь мир, наша Вселенная в сторону добра, любви и света стремится. И там, в том пространстве, нет осуждения, там нет критики, там нет паттерна жертвы, да, о котором сейчас мы активно начинаем трансформировать в своей судьбе. Поэтому кто-то в роду должен проснуться и сказать, что давайте соединимся, да? Потому что как и наши потомки ждут соединения, так и наши потомки, которые придут, так и предки, которые нуждаются тоже в этом. В том, чтобы всё было едино и всё было наполнено любовью. Хорошо. Ну, я думаю, что на этой позитивной ноте можно уже приступать к завершению нашей программы. И я предлагаю тебе подвести итог небольшой и сказать какое-то напутствие нашим слушателям и зрителям Народного Славянского радио. Благодарю за такую удивительную возможность поделиться с людьми, которые будут меня слушать, смотреть эту запись. На самом деле, знать свой род, свои корни — это очень благородное дело. Это действительно великая задача, которую ставят многие души перед собой в сегодняшние дни. И также знать свои таланты, навыки, опыт рода нужно для построения личного счастья. Потому что в роду есть очень мощная энергия реализованных вещей. Будь что, семейные отношения, гармония, любовь к самой себе. Всё, всё можно взять, любые ресурсы, любые дары, всё для вас открыто. Главное — не бояться, не думать, что вы кого-то обидите. Наоборот, предки всегда ждут наше внимание. Поэтому я желаю вам изучения своих корней, понимания глубины своих корней и, конечно же, любви к своему роду. Для того, чтобы грамотно модерировать будущее и говорить всем событиям в своей жизни «Да». А я напомню, что вы слушаете, смотрите «Народное славянское радио». Это программа пространства женщины. Сегодня эксперт по раскрытию потенциала рода Ольга Мир рассказала нам о том, что такое сила рода, как её собрать, восполнить, вспомнить. А я Елена Андреева от всей души желаю вам помнить своих предков, чтить их и принимать их всех, какие бы они ни были, они всё равно. Наши предки, они прожили свою жизнь так, как смогли её прожить и сделали в этой жизни всё, что могли сделать на том уровне, на каком могли. Поэтому мы их любим, помним, славим и чтим. Добра и мира вам и вашему дому. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok